На протяжении двух недель мальчишки сражались за кубок и звание чемпиона. Игры проходили по кругу в трех возрастных группах. Каждая команда сыграла четыре матча, три в групповом этапе и финал за места. Борьба была напряженная и бескомпромиссная. Юные футболисты старались отыграть по полной. Оборона неслась в попытке забить свой победный мяч, а защита и вратарь делали все, чтобы этого не допустить. В итоге две финальные игры завершились только по серии пенальти. Все как в большом футболе. Пот, слезы и радость. 15 июня состоялось награждение всех участников турнира. Началось оно с развлекательной футбольной программы для мальчишек, где они смогли размяться и посостязаться в скорости и ловкости. И хотя статус сильнейшей команды уже был определен, ребята все равно боролись с азартом. На торжественном награждении участников турнира поздравил председатель профсоюзного комитета Юрий Кузнецов и вручил подарки. По мнению главного судьи Николая Шабурова, все команды выступили на турнире достойно. Ребята играли очень корректно, уважают друг друга, грубости не было, все было хорошо, приятно провели турнир, празднично. Я призываю всех детей записываться в секции футбола, ждем их всех и хотим, чтобы они вырастали хорошими футболистами. В своих возрастных категориях третье место заняли команды Десна 08, Десна Фок и Энергия. Вторыми стали победа Юнфуд Атом, победители турнира и обладатели звания лучшей дворовой команды Фантом, США номер 2 и Енисей. Мы победили по серии пенальти. И вот мы заняли первое место. Эмоции нельзя сказать словами. Чувствуется, что у нас тоже есть хорошие ребята, которые способны играть в футбол на более высоком уровне. Кожаный мяч 2018 завершен, но в следующем году будет новый турнир и новые чемпионы.